Хранилище сервера – важнейшая часть с точки зрения отказа устойчивости. При ненадлежащей настройке дисков данные могут быть утеряны. Полбеды, если вы храните там только игрули, сериальчики и фотографии с поездки в ТОПСЕ в 2005 году. А что, если это корпоративные данные? Поэтому нужно быть уверенным, что если что-то случится с дисками, то данные не пропадут. Для этого используют технологию RAID – Redundant Array of Independent Discs, или так называемый избыточный массив независимых дисков. Не путать с RAID Shadow Legends. В RAID одни и те же данные копируются сразу на множество дисков, так что в случае, если один диск выйдет из строя, потери данных не будет, копия есть на другом носителе. Поговорим про четыре распространенных типа RAID массивов – RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10. Честно говоря, RAID 0 нифига не отказоустойчивый. Мы даже против того, чтобы RAID 0 имел название RAID, скорее RAID 0. В нем цельные данные дробятся на блоке и частями записываются на два или более диска. Тем самым два физически отдельных диска на самом деле объединяются в один. И, например, если один из двух физических дисков случайно попадет под каток, вы потеряете все данные. Единственный случай, когда RAID 0 имеет смысл использовать – это если вы храните некритичные к потере данные, которым нужен доступ на высокой скорости. Да-да, RAID 0 имеет низкую отказоустойчивость, но высокую производительность. А вот этот парень уже вполне отказоустойчив. RAID 1, кстати, еще называют зеркальным, по вполне простой причине – данные синхронно записываются как минимум на два диска сразу. Тем самым, если один из дисков попадет в воду и выйдет из строя, данные не будут потеряны. Важный пункт – если вы собираете в массив RAID 1 два диска, то в результате вы будете иметь только половину от их общей памяти. В пятом RAID вам понадобится три и более дисков. Он, кстати, один из наиболее распространенных RAID он работает быстро и может хранить много данных, в отличие от первого RAID, например. В RAID 5 данные не копируются между всеми дисками, а как в RAID 0 последовательно записываются частями на каждый из дисков, но с одним дополнением. К данным также равномерно записывается контрольная сумма, которая называется parity, которая нужна для восстановления данных в случае, если один из дисков отвалится. Важный недостаток RAID 5 в том, что эта контрольная сумма занимает немало места. Например, если у вас четыре диска суммарным объемом в 4 терабайта, то использовать под хранение данных вы сможете только 3 терабайта, что около 75%. Остальное займет как раз контрольная сумма. Подходим к финалу, 10 RAID. Но не спешите, не такой уж он и 10. Цифру 10 он имеет потому, что с точки зрения технологии сочетает в себе функциональность RAID 1 и RAID 0. Создатели технологии уверены, что 1 плюс 0 равно 10, но... не будем их расстраивать и разберемся в технологии. Для 10 RAID вам понадобится минимум 4 диска или более, но всегда их количество должно быть четным. Говоря простым языком, 4 диска делятся на 2 группы по 2 диска, и каждая из групп объединяется в отказоустойчивый RAID 1. Тем самым мы имеем 2 зеркальных RAID 1 массива, которые в свою очередь объединяются в RAID 0 массив. Но вы помните, где данные частями записываются на каждый из дисков. Только вместо дисков у нас по первому RAID. Тем самым 10 RAID имеет все скоростные преимущества RAID 0 и преимущества надежности RAID 1, но стоит как чугунный мост, так как, опять же, под реальное хранение данных вы сможете использовать только 50% от общего объема всех дисков. А теперь вопрос к тебе. Какой из RAID массивов дает наибольшее количество дискового пространства, которое мы можем реально использовать? RAID 1, RAID 0, RAID 5 или RAID 10? Ответ пиши в комментариях. И ставь лайк, балалалайк и подписывайся на наш канал.